Я буду говорить краткое слово, и тему я назвал так, еще раз радуйтесь. Ну почему еще раз, потому что я уже говорил об этом. Но пока радости мало, то я еще раз решил сказать, еще раз радуйтесь. Вообще в Библии об этом написано так. Так, всегда радуйтесь в Господе. И еще говорю, радуйтесь, филиппийцам 4.4. И еще говорю, что? Радуйтесь. Это огромное благословение. Да, мы, например, оставили грехи. Многие из нас оставили грехи. Это неплохо. Но что мы приобрели? Что мы приобрели? Буквально вот недавно была проповедь о святых людях. Вы еще помните ее, да? Помните, нет? Что мы святые? Так вот, смотрите, чем святые же отличаются от грешных? Он говорил так. А блуд и всякая нечистота, разврат, извращенный секс не должны даже именоваться у святых. Да, говорят, там у них есть еще остатки злобы. Не хватает покоя. Но есть вещи, которые не должны именоваться у святых. Иначе это не есть жизнь святого человека. Но если у вас получилось оставить грехи, но вы ничего не приобрели, то таких лучше как бы застеклить, чтобы они хорошо сохранились. А вот если вы что-то приобрели, то вас хорошо показать другим для свидетельства. Потому что ты имеешь то, что другие не имеют. Что я имею в виду? В первую очередь радость. В первую очередь радость, покой, о котором брат говорил только что, мир, Божья благодать. Это все так прекрасно. И Бог желает нас и пробуждает снова и снова, чтобы мы стремились и приобретали то, что Он желает, чтобы мы имели. Чтобы мы были Его верными свидетелями. Радость, можно сказать, это повеление Господа Иисуса Христа. Смотрите, как написано есть. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Интересное заявление. Я понимаю, что, например, говорят, кто-то получил исцеление. Все, аллилуйя, радость. Нормально. А здесь? Если вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Дабы явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть, эта радость, она не зависит от нашего настроения, от наших эмоций. Она не зависит от того, что ты что-то приобрел или купил. Она не зависит от многих и многих вещей. И это очень интересно для нас. Это радость, которую дать человеку может только Бог. Слава Богу! Это радость моего спасения. Это радость моих личных взаимоотношений с Богом. Это то, я еще раз повторяю, что чему научить невозможно. Но может дать каждому из нас сам Господь. И я вас вдохновляю так жить. Почему? Потому что именно эта радость, она поднимает нас над проблемами, над обстоятельствами. И дарует нам возможность жить победоносной жизнью во имя Иисуса Христе. Эта радость говорит о надежде. Эта радость говорит об уповании. И когда мы так живем, мы живем в победе. Аллилуйя! Даже если полной победы нет, она на пути. Бог приходит к тем, кто надеется на Него, ожидает милости от Него и решает то, что Он положил в Своих планах. Да будет имя Господа благословенно. Он преклоняется перед этими людьми. Он приходит вовремя на помощь. Причем эта радость, это, можно сказать, наслаждение мое в Боге. Нисколько от Его даров, как от Божьего присутствия в Твоей и моей судьбе. Слава Иисусу Христу! Следующая моя мысль, которую я хочу вам передать. Надеюсь, вы меня поняли. Радуйтесь. Если не совсем, скажите ближнему. Радуйся. 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 Будьте благословенны. В имени Иисуса Христа есть благословение и жизнь. Еще один важный момент хочу вам передать. Станьте чудом для других. Да, я хочу вам искренне сказать. Мы все хотим переживать чудеса. Но нам не хочется стать чудом для других. Это тогда, когда твоя жизнь маленькое чудо. Халлелуя. Это жизнь, когда ты отображаешь Христа в своей жизни. Это жизнь, когда ты являешь Его другим. Это жизнь, когда ты живешь и кому-то захотелось жить так, как ты живешь. Халлелуя. Стань чудом для других. Так, отобрази Христа в своей жизни. Смотрите. Над Иисусом Христом написано в Библии. Над Ним насмехались. Правда или нет? Написано. Плевали в Него. Били по голове. И говорили. Спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди из Христа. Меня это очень вдохновляет. Вы знаете, люди, которые издевались над Христом, они вначале, я допускаю мысль, они ее боялись. Но первый плюнул нормально. Второй ударил. Они могли ожидать возмездия. Но смотрят. Ничего. А Христос вообще мог бы их вообще не трогать, а просто так сказать два слова, как вот то, чтобы земля разверзлась, и они туда провалились. А Он? Ну ничего. И говорили друг другу, спасал других, а себя самого не можешь? Ты же чудотворец. Что происходит? Если Он царь Израилев, пусть сойдет с креста и уверен в Него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит Его. Если Он угоден Богу, ибо Он сказал, я Божий Сын. Трудно передать ту ситуацию. Плевали, кому не лень. Били, кто просто посчитал это необходимым. И вот Иисус, но никаких действий. Просто молчит и все. Вы даже не представляете, как торжествовала тьма. Как эта армия распинающих говорит, наконец-то. А выдавал себя. А говорил такие вещи. Я Божий Сын. А чудеса. А миссия. Как они торжествовали. Просто за каждым ударом в лицо Иисуса они убеждались, мы правы. Победа за нами. Все. А Он молчал. Проходит какое-то время. Какой-то период. И смотрите, что происходит. Сотник же и те, которые с Ним были и стерегли Иисуса. Это, как сказать, определенная толпа людей. Видя землетрясения, все бывшие устрашились весьма. И говорили, воистину Он был Сын Божий. Станьте чудом для других. Это непросто. Это большая цена. И это наша любовь к Иисусу. И в вашей жизни будут периоды, когда вы будете переживать чудеса Божьей, милостью. Я сам через это проходил. Особенно люди это переживают, пока они младенцы во Христе. Они многие вещи получают не по заслугам, а по милости. Как дети наши. А по мере нашего взросления уже за все надо платить. Цену. Но станьте чудом маленьким для других. Это Божья цель в твоей и моей судьбе. Достичь результата. Чтобы то, что было сделано на кресте, оно не было для нас напрасным. Как проходит ваша жизнь? Вот у меня, кажется, все нарушено. Потрепано все. Нервы все. И я так вот кушаю. А тут салфетка. Я ее вроде не трогал. А она вроде сползает. Я ей говорю, успокойся. А потом опять что-то тронуло. Она опять хочет падать. Я начинаю думать. Почему же она меня не слушает? Да успокоиться-то надо, но не салфетки. Мы иногда пытаемся куда-то кого-то ставить на место. А себя поставить очень трудно. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Это жизнь полная радости и избытка. Это жизнь, когда ты не можешь молчать. Это жизнь в мире и в покое. Это то, ради чего пришел в мир Христос. Это Царство Божье на земле, которое будет продолжаться на небе. Я не знаю, как проходит ваша жизнь. Но радуйтесь, святые. Станьте чудом для других. И последняя моя мысль, как избавиться от уныния. Знакомое место. Смотрите. Веселое сердце благотворно, как врачиство. А унылый дух сушит кости. Вы знаете, что это для тех, в первую очередь, кто занимается здоровьем своим, полезно услышать. То есть, в Библии есть упоминание о костях. И там написано, что кости наши могут сушиться, тучнеть и даже гнить. Я вообще до конца этой истины не понимал, как это сушит кости. В моем понимании, они были всегда сухими, твердыми, ну, как кусок дерева. Я думал, ну, как это? Но сушить мозги может. Ну, как кости? Ну, не понимал и все. Но когда я пошел лечиться, то мои проблемы отчасти были с костями. Я многому кое-что понял. И я вам хочу просто это рассказать. Оказывается, что именно в костях наших расположен костный мозг. Они не просто пустые, твердые и так дальше. Но там у них что-то важное есть. И именно этот костный мозг, он отвечает за кровотворение и вообще за нашу жизнь. Это ваш личный иммунитет. Это ваше личное здоровье. Вот почему Бог, заботясь о здоровье нашего духа, души и тела, просто призывает всех нас и говорит, пожалуйста, не сушите ваши кости. Чтобы защитить свое тело от различных болезней, надо иметь здоровый костный мозг. И от именно состояния костного мозга зависит все наше здоровье в настоящем и в будущем. Поэтому даже медицина доказывает, что если человек, например, живет в расстроенных чувствах, в угнетении, в расстройствах, в тревогах, в обидах, он сушит свои кости. И тело его страдает. И мы начинаем болеть больше обычного. Почему? Засушили свои кости. Унылый дух сушит кости. А веселое сердце благотворно, как врачиство. Братья и сестры, давайте врачевать друг друга. Это лучшее лекарство, я говорю очень серьезно, которое я знаю в жизни. Веселое сердце благотворно, как врачиство. О, веселое человек. А вошел человек к вам, такой суровый, и вам чуть страшно стало. А что будет дальше? Когда человек веселый, вам уже понятно, что все будет хорошо. Аллилуйя! Веселое сердце, благотворно, как врачиство. Как этого не хватает сегодня? Аллилуйя! Но пусть ваши лица просияют. А унылый дух сушит кости. Как же избавиться от уныния? Очень просто. Два пути есть. Первый. Обратиться к врачам за помощью. И сделать пересадку костного мозга. Ну, если свой уже засушен, донора, бери. Ну, я просто здесь, чтобы сказать, это непросто, это очень дорого. Болезненно. И никогда не знаешь, чем эта операция закончится. Какой же другой вариант? И избавиться от сухих костей. Оказывается, просто надо обратиться к Богу. Обратиться к Библии. Там есть очень простые рецепты, доступные каждому из нас. И вы сможете избавиться от унылого духа. А кости ваши станут тучными и здоровыми. Аллилуйя! Да будет имя Бога благословенно! Субтитры создавал DimaTorzok